Главная воровская схема в системе ЖКХ состоит в том, что вы владеете лишь квартирой, а вас заставляют оплачивать содержание и отопление всего дома. Свою квартиру в пределах порога и окон вы и так содержите, а прав собственности на все здание нет ни у ТСЖ, ни у Совета многоквартирного дома. Само здание дома, места общего пользования, фасады, крыши, подвалы, придомовая территория принадлежат муниципалитету, который и должен по закону нести бремя содержания своей собственности, потому как получает из бюджета трансферты на оплату ЖКХ, а реально за все это платишь ты, жилец. В системе ЖКХ все развернуто против человека. Выстроена гигантская система, преступно обирающая население, в которую вовлечены уполномоченные органы государственной власти, начиная с Министерства строительства и ЖКХ РФ, прокуратура, Федеральная антимонопольная служба, почти все муниципалитеты, имеющие многоквартирные дома, управляющие компанией, региональные энергетические и тарифные комиссии во всех субъектах Федерации и, конечно, средства массовой дезинформации, которые про все это дружно молчат. Кто является собственником жилого фонда? Кто должен нести бремя его содержания? Во всех субъектах РФ БТИ собирают сведения о собственниках на объект нежилой недвижимости, являющейся общим имуществом многоквартирных домов МКД, и наземельный участок, на котором расположены МКД. Эти сведения однозначно подтверждают, что собственниками общедомового имущества ОДИ являются муниципалитеты, редакция постановления правительства РФ от 13 августа 2006 года, номер 491, приказ Минюста РФ от 14 февраля 2007 года, редакция постановления правительства от 18 февраля 1998 года, номер 219, статья 319 ЖК РФ. В соответствии со статьей 30 ЖК РФ, согласно которой, собственник жилого помещения не просто осуществляет право владения, пользования и распоряжения, принадлежащим ему по праву собственности жилым помещениям, но и несет бремя содержания ОДИ. Но это очевидно лишь в том случае, если доля ОДИ зарегистрирована надлежащим образом. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, далее также государственная регистрация прав, юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения обременения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Статья 158 ЖК РФ гласит, что собственник помещений МКД обязан нести расходы не только на содержание принадлежащего ему помещения, но и на содержание так называемого общего имущества в МКД, соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Но разве кто-то уже доказал, что упомянутое имущество принадлежит собственникам помещений в МКД? Нет, не доказал. Тогда на каком основании эти собственники должны нести бремя расходов, связанных с содержанием дома в целом? Разве мы, жильцы, являемся собственниками лифтов, входных групп, подъездов, придомовой территории? Нет. Так почему нас заставляют за все это платить? Государственная регистрация наших прав на квартиру четко, по порогу, разграничивая наши квадратные метры и муниципальные. Эдак нас можно нагрузить и платой за содержание дорог, ливневых канализаций и всего городского хозяйства. Но на все это собираются налоги, на содержание всего муниципального имущества, в том числе и на жилые дома, собственниками которых с 1991 года объявлены муниципальные образования. Откуда эта собственность взялась у муниципалитета? Ответ содержится в постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года номер 3021. Этим постановлением жилищный фонд ВС РФ был передан муниципальным образованием, а РФ этот фонд достался от СССР, правоприемницей которой она типа является. Так вот, получив жилищный фонд, муниципалитеты населению отдельных МКД его никогда не передавали, ограничившись приватизацией квартир, а иногда и нежилых помещений. Сермяжная правда заключается в том, что муниципальный фонд и по сей день остается муниципальной собственностью, а это означает, что и капитальный ремонт, и управлением МКД, и финансированием так называемых общедомовых нужд ОДН должны обременяться муниципалитеты. Отопление и освещение мест общего пользования также должно относиться насчет городов и сельских поселений, как это работает в отношении уличного освещения. Президент России Владимир Путин произнес слова, заявив о недопустимости перекладывания на граждан расходов по капитальному ремонту жилых домов. ЖКХ и возможность переложения на плечи граждан капитальных ремонтов – это абсолютно недопустимая вещь. Когда-то раздали это жилье в ненадлежащем состоянии, а теперь его ремонтируете? Это невозможно, люди не в состоянии этого сделать. Москва, 26 декабря, РИА Новости, сказал Путин ВВ. Собственников квартир нельзя понуждать к перечислению средств на капитальный ремонт МКД через регионального оператора потому, что в этом случае жители одного муниципального образования будут вынуждены финансировать содержание жилого фонда другого муниципального образования, а это некорректно. Содержание МКД, включая оплату за так называемое ОДН, ремонт МКД и в том числе капитальный, также управление домами – это наиболее болезненная проблема любого муниципального образования, поскольку если снять эти все неправомерные платежи с жильцов, то большинство небольших городов просто обанкротится. Что касается оказания коммунальных услуг, то ЖК РФ деликатно прописывает право управляющих организаций получать плату за коммунальные услуги и право оказывать такие услуги. Это регламентирует закон номер 210 ФЗ от 30 декабря 2004 года. Так вот, по этому закону ТСЖ и УК должны приобретать коммунальные ресурсы у организаций коммунального комплекса за счет собственников, но не за счет собственников в помещении квартиры. В ином случае такие организации становятся де юре поверенными, комиссионными, агентами ресурсоснабжающих организаций и утрачивают право на заключение договора управления домом. Управлять домом не могут. Чтобы УК могла выиграть конкурс на управление МКД, нужно, чтобы существовал на бумаге перечень имущества конкретного дома. Была известна цена его содержания, а на депозите банка были размещены средства, как подтверждение страховые обязательства УК при управлении и необходимости на приобретение коммунальных ресурсов. Так что, если в УК не существует ни первого, ни второго, ни третьего, какие основания у УК содержать непереданное ей в управление имущество и предъявлять собственнику затраты на содержание имущества дома, которое он УК не передавал. Никаких. Статья 982 ГК РФ. Последствия одобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Если лицо в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия к отношениям сторон, в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. Статья 983 ГК РФ. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанности ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц. Если вы одобряете действия управляющей организации в вашем интересе, платите, сколько вам нарисуют в платежке. Если не одобряете, не платите. Ежемесячно мы с вами оплачиваем примерно половину от всей суммы коммунальных платежей по строке «Плата за содержание и ремонт». И в счетах не расшифровываются эти строки. Вашу квартиру изнутри никто не ремонтирует и не содержит, хотя это было бы уместно в неприватизированном жилье. Соответственно, почти все эти деньги, а также часть платежей за свет и отопление самого дома, а неприватизированных квартир должны оплачивать муниципальное образование, а не жильцы. При этом мы даже не используем наше право требовать от коммунальщиков исправить те или иные проблемы, например, в подъездах. В КОАП есть даже статья 7.22 – нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, за нарушение которой предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. И 7.23 – нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами со штрафом до 10 тысяч рублей. Контролирует все это управление ЖКХ. Оно есть в каждом городе. Роспотребнадзор и, естественно, прокуратура. Именно они и заставляют МУПы все привести в порядок. Что нам обязаны обеспечить коммунальщики, если мы согласились оплачивать их услуги? Первое. Сильный напор воды в доме должен быть круглосуточно. Пункт 3. Правил предоставления коммунальных услуг. Второе. Вода всегда должна быть чистой, без запаха и вкуса. Санпин 214-1074-01. Третье. Температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75. Санпин 214-24-9609. Не допускаются перепады и скачки напряжения в электросети. ГОСТ 13109-97. Пятое. Коммунальщики обязаны обеспечить бесперебойное отведение бытовых стоков, если проблемы связаны с канализацией. Пункт 9. Правил предоставления коммунальных услуг. Шестое. Система отопления и вентиляции не должна способствовать образованию плесени. Санпин 212-2645-10. Коммунальщики обязаны своевременно закрывать надписи и отмывать грязь со стен. Пункт 328. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Восьмое. Лампочки и разбитые светильники обязаны заменить коммунальщики. Пункт 4814. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Девятое. Разбитое или грязное окно коммунальщики обязаны незамедлительно привести в порядок. Пункт 4814. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Десятое. Коммунальщики обязаны регулярно подметать и мыть полы. Пункт 18. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Одиннадцатое. Почтовые ящики и замки в них должны ремонтировать коммунальщики. Приказ Минрегиона номер 45 от 1.06.2007. Двенадцатое. Любые дефекты балкона коммунальщики обязаны устранять немедленно. Пункт 4242. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Тринадцатое. Любые дефекты ступеней подъездной группы должны устраняться коммунальщиками. Пункт 484. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Четырнадцатое. Любые надписи и загрязнения на фасаде дома коммунальщики обязаны закрашивать или отмывать. Пункт 4219. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. 15. Любые дефекты фундамента коммунальщики обязаны устранять незамедлительно. Пункт 4.1. Правил и норм техэксплуатации ЖФ. 16. Стыки бетонных плит должны быть качественно герметизированы. Пункт 4.10.29. Правил и норм техэксплуатации ЖФ. 17. Протечки крыши коммунальщики обязаны устранять немедленно. Приложение номер 2 к правилам и нормам техэксплуатации ЖФ. 18. Разрушение козырька или парапетов должно устраняться немедленно. Пункт 4.2.4.2. Правил и норм техэксплуатации жилого фонда. Заявления на устранение этих и многих других недостатков пишутся в свободной форме. При их невыполнении уместно обратиться в прокуратуру. Эффект будет 100%. Четыре основные причины, чтобы признать управляющую компанию незаконной. Первое. Отсутствие у управляющей компании лицензии на продажу жизнеобеспечивающих ресурсов. Газ, вода и так далее. Второе. Отсутствие у управляющей компании акта передачи на право оперативного управления долей и общего имущества многоквартирного дома между собственниками жилого помещения квартиры. ООО «Управляющая компания». Третье. Отсутствие договора на управление общего имущества дома, подписанный между собственником жилого помещения и ООО «Управляющая компания» с условиями ответственности за сохранность доли общего имущества, с ценой его содержания доли общего имущества, перечень имущества. Четвертое. Отсутствие свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления общим имуществом дома. Запросите эти ходатайства в УК или в суде, если дойдет дело. Увидите, никто ничего не предоставит. На практике общественники, пытающиеся искать правды, в разных инстанциях мало чего добиваются, поскольку бюрократическая и судебная машина действуют в интересах мошеннического бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Масштабы государства с нас собирают неправомерно около 2 триллионов рублей, по 500 тысяч рублей с человека в месяц. С пенсионеров, малоимущих, многодетных, со всех. Они отключают неплательщиков от света, забивают чопики в канализацию, третируют коллекторами и приставами людей, которые не должны это все оплачивать. А прокуратуры, фасы, министерства, губернаторы и мэры во всем этом участвуют либо покрывают. Управляющие компании являются настолько выгодным бизнесом, что повсеместно захвачены легализовавшимся криминалом. Во-первых, они не должны собирать с населения таких денег, а собирают. Во-вторых, они должны оказывать массу услуг, коли взялись за это и не оказывают. Если государство хочет, чтобы мы платили за общедомовое имущество, то оно обязано было оформить передачу общего имущества МКД, как это предусмотрено Гражданским кодексом РФ статьей 218. Там указано, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Но такого договора, который бы служил юридическим подтверждением принадлежности собственникам помещений права на общую долевую собственность дома, как это и определено ГК РФ, не имеется. Своим постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.09.2009 года, номер F03-4758-2009, ФАС подтвердил, что жилищный фонд и в самом деле относится к муниципальной собственности. В силу пункта 4 и пункта 6 статьи 16 ФЗ от 6.10.2003, номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления, ФАС подчеркнул, что содержание муниципального жилого фонда, организация в границе городского округа электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом, также отнесено к вопросам местного значения. В соответствии со статьей 558 ГК РФ договор купли-продажи жилья подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации. А собственникам квартир в МКД так называемое общедомовое имущество документально никто не передавал. Этот мутный термин выдуман скорее всего, чтобы сокрыть от нас распространение термина приватизации лишь на отдельное помещение. В процессе приватизации они из муниципальной перешли в личную собственность. Что же касается остального имущества, то оно по-прежнему остается в муниципальной собственности. И это вполне логично, ведь главная задача муниципалитета сводится к жизнеобеспечению населения, основу которого составляет жилище. Из сказанного следует, что население не должно затруднять себе с содержанием МКД, поскольку это остается уделом собственника, то есть муниципального образования в целом. Конечно, после такого количества общегосударственного вранья, кто же нас выпустит? Жилец как платил, так и будет платить. Однако, все это стало возможным лишь потому, что мы не сопротивлялись и продолжаем не сопротивляться. На местах фантазии УК и попустительства властей дошли до того, что пенсионерам приходится отдавать коммунальщикам большую часть пенсии, множатся лишние сущности типа фондов капитального ремонта и обрастают своей бюрократией и шкурными интересами. При этом нет вообще никаких серьезных общественных или коммерческих структур, отстаивающих интересы народа в данном вопросе в масштабах страны. Что же делать? Во-первых, начать не по-детски долбить дятла. Во-вторых, брать власть в городах и селах в свои руки, организовывая местное самоуправление снизу через проведение сходов. Ну и в-третьих, понять простую вещь – любой обман держится лишь на вашем желании обманываться, то есть на вашем согласии. Продолжение следует...